Валерий, здравствуйте! Расскажите, что нового? У нас нового, ничего такого нет. Ильгей Иванович как сидел, так и сидит. Не дождемся мы его, граждане-товарищи, с таким судом и не виноваты будут сидеть, типа Сергея Ивановича. Доходят до того, что уже свидетели, которые могут засвидетельствовать невиновность Сергея Ивановича, их не допускают ни на суд. А если и выслушивают, то не принимаются судом эти все показания. Непонятно. Голый беспредел судебный. Ничего хорошего. Но несмотря на это вы продолжаете выходить, стоять. Ну вот мы стоим, да, мы показываем Сергею Ивановичу, что мы его поддерживаем, что он боролся за себя. Мы боролись как могли. Что у нас получалось, мы делали. Ну вот видите как. Народ у нас вот такой вот, мягко говоря, трудный. Или наоборот слабый. Ну может быть сказать, можно даже и трусливый. За своего губернатора даже не хотят выйти. Ну вот. Народ живет вот. Или доживает, или проживает. Нет самолюбия у людей. Нет. Они его избрали и не хотят ничего помочь человеку. А он там один воюет. Что там с адвокатами? А суд беспредел. Это ЦОИ? Это что там? Это пародия на судью. Да какой это судья? На суде по существу Сергея Фургала. Сергей Фургал и Карепов был удален. Ну я собственно только вот тоже, я сама лично этого не видела. Просто то, что люди говорят, да, что они опять были удалены. Это уже прения вчера похоже начались, да. То есть уже сторона защиты, все, за два суда, все, что могла, защитила в уходе. И уже начались прения. И их теперь до конца прения удалили, да. То есть прения-то самый такой момент, когда человек может высказать все, что он думает, обвиняемый. Но, наверное, все так же, как говорили, что Карепова, как только Мистерякова это отпустили домой, так Карепова вернули все. Поэтому тут, ну что еще сказать? Я не знаю, что сказать. Ну тем более, если, как там было написано, были какие-то со стороны прокуроров какие-то. Ну то есть провокационные то ли заявления, то ли еще, когда нельзя молчать, да. Ну а не молчишь, значит нарушаешь, значит давай, удаляйся.